Привет! Сегодня мы снова на выезде. Что-то будем готовить. Ну а что? Опа! Будет понятно в процессе. Но пока зачищаю спаржу. Красивая. Сезон спаржи подходит к концу. Я как-то очень мало ее готовила, поэтому надо наверстывать. Погнали! Своим супер-ножом. Красивая. А что надо зачищать? Кожицу снять. Сделать ее более нежной. И немножко кончики обрежу. Схожу за ножом. Потому что не очень жевабельно бывает. Вот какая-то часть. Деревянненькая. Ну в общем я люблю вот так. Снимаешь? Да. Отлично. Вон у нас как-то зарастало. Так что мы практически в джунле. Но зато красиво. Зеленая все. Ау! Промахнулась. Решила себя тоже почистить. Получилось? Ну нет. Хорошо. Теперь будет сочно. Сегодня очень жарко. Такое настоящее лето. И я даже вот не знаю, радоваться мне этой жаре или нет. Потому что, ну в общем не очень я люблю жару, когда я не на море. А очень хочется на море. Таким-то я сижу на берегу моря и что-нибудь чищу. Для этого надо продать всю руку. Ну вот да. Купить билет. И поехать на море. Поедем собирать? Да. Снимаю. Один раз. Хорошо. А вы знали, что спаржа, когда ей дают вырасти, становится таким цветочком. По-моему он назывался холодок. И использовался в букетах. Ну вот я не знала, например. Думала спаржа и спаржа. Оказывается. У кого-то в саду она всю жизнь была в качестве цветка. И видимо никто не знал, что ее можно есть. Занимательный факт. Красивая, тоненькая такая. Так, а что будем готовить из спаржи? Мы ее будем запекать на костре. Внутри в чем? Напомни мне. С беконом? Да. С беконом и с пармезаном. Ну уже потом она, когда приготовится, присыплю ее. Вот так я еще думаю. То ли на, просто на решетке, то ли на фольге. Вот такая вся непредсказуемая. Ну вот так. Ну и побежала за спаржей. За спаржей еще будете... А, вы же в курсе. Хотел завернуть спаржу кубикон. Ну, будет в этот раз даже получится лучше. Ты в панчетту заворачивала, она толстая такая. Да, в панчетту она толстая была. И... Ну, рвалась. Ну, я тебе скажу, что бекон тоже не особо. Тоненький. Ну, ничего вру, где б быть. Запомним это таким красивым. Посмотрим, что будет получиться. Похоже. Может, она не быстро приготовится? Такая красивая, да? Да. Такая красивая, тоненькая. И не очень тоненькая. Так вот, пробую салат. И тоже вспоминаю Крым почему-то. Вот. 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 Угу. Угу. Стреляют еще. Вот так. Посмотрим, что делать, так вообще певорачиваю. Поставить и поддохнуть. Очень все уворачиваю. Вообще огромная дама. Вот такая леточка. Давай в эту сторону. Бревно тоже. Еще немножко. Так, поддрежу. Рядышком, правильно? Наверное. А как узнать, что готово? Почему ей быть не готово? А что такое? Ну, короче, поверь мне. Хорошо. Тихо. 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 Чуть-чуть, да? Угу. Чтобы повеселее было. Парорчат. Тихо. А что это? Это парни. Тихо. Да. Тихо. 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 так скотер А как же без этого? Будем пробовать. Спаржу очень сложно чем-нибудь испортить. И с беконом вкусно. Сейчас я попробую. С пармезаном. Класс. С пармезаном лучше? Нет. Это разное, но вкусно и то и то. Представь блюдо на память. Вашему вниманию блюдо спаржа, пожаренное на решетке, и присыпанное пармезаном и перцем, и спаржа замотанная с беконом. Не очень красиво, конечно, но вкусно. Пожаренное на сковороде. Приятного аппетита! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Кунатов маленькакова